Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня я попрошу сразу выключить видео всех людей, кто религиозен, у кого есть свои какие-то жёсткие концепции, убеждения, верования и так далее. Я не хочу никоим образом никого ранить или причинить кому-то какие-то моральные страдания. Но есть основы, основы магии, основы экстрасенсорики, которые имеет смысл проговорить вот здесь и сейчас на аудиторию, дабы не повторяться в дальнейшем. Это та база, без которой любое движение в области магии и экстрасенсорики в принципе не имеет смысла. И базовые подходы здесь таковы. Есть Бог. Однозначно есть. И те, кто имел в своей жизни определённый трансперсональный опыт, в этом никогда, ни при каких обстоятельствах не смогут усомниться. Под Богом есть структура. Она двойная сразу. Первичная двойственность. Есть система и есть антисистема. Они существуют параллельно, одномоментно. И они обе под Богом. Это как венозные и артериальные круги кровообращения в нашем теле. Нельзя какую-то из них назвать добром, а какую-то из них назвать злом. Нельзя какую-то из них причислить к плохим или причислить к хорошим. Они между собой постоянно, ежемоментно, ежесекундно связаны. Постоянно идёт обмен энергии между системой и антисистемой. Есть бизнесы, люди, корпорации и так далее, которые находятся, например, в антисистеме и качают энергию в систему. И наоборот, есть структуры, есть эгрегоры, которые находятся в системе и качают энергию в антисистему. И назвать их от этого плохими или хорошими не имеет смысла. Есть просто принятие. Оно так работает. Это организм. И этот организм, эта структура сознания, точнее, она работает вот именно так. Она определяется, её работа определяется. Там действуют базовых всего два закона. Первый закон, люди его называют законом кармы или причинно-следственных связей. Этот закон помогает хаосу превратиться в какой-то удобоваримый линейный ряд, который мы воспринимаем как разворот пространства-время. Это закон причины-следствия, причинно-следственных связей. Это первый момент, который помогает формировать нашему мозгу вот эту реальность, которую мы ощущаем, воспринимаем. Второй закон, который является базовым и доминирующим, это закон свободы выбора. И законы эти действуют как бы в проявленной реальности, они действуют по очереди. Если человек осознан и выбирает, то работает закон свободы выбора. Если человек неосознан и не выбирает, то работает закон причинно-следственных связей. Так как всё равно разворачивать линейный ряд, событийный ряд, всё равно надо. И если он сам не в состоянии заниматься выбором, значит за него это сделает закон причинно-следственных связей. Это всё один матричный уровень В этом матричном уровне огромный спектр частот И мы воспринимаем через наши органы чувств Через наше восприятие, наше конкретное сознание Воспринимает лишь определённый диапазон То есть через органы слуха, зрения, обоняния, осязания, тактильных ощущений И вот через это мы воспринимаем лишь какой-то ограниченный спектральный диапазон Но это не значит, что за пределами этого диапазона нет других форм бытия И вот эти другие формы бытия в других частотных диапазонах мы называем другими мирами Тонкий мир, например, более высокочастотный диапазон Он есть, и в этом мире есть своя иерархия Свои какие-то принципы существования, свои какие-то проявления Но при этом он лежит за гранью нашего восприятия И мы его называем другим миром Законы там примерно такие же, как и в нашем мире То есть закон кармы, закон причинно-следственных связей, он один В этом матричном уровне он один, как бы то ни было Что надо для того, чтобы вообще заниматься исследованием и изучением вещей, связанных с магией И с экстрасенсорикой, скажем так, более тонкого глубинного порядка Для того, чтобы входить в эти вещи и разбираться, и не вредить ни себе, ни людям Потому что, в принципе, это равносильно, как не зная каких-то основ электрики Человек лезет в трансформаторную будку Так люди лезут в причинно-следственные связи Потом получают откаты, получают удары, их хоронят Идет инкарнация, смена А на самом деле полез туда, куда не знал, как лазить Для того, чтобы вообще работать с магией экстрасенсорика вот этого порядка Первое, надо быть самим собой Что значит надо быть самим собой? Надо быть искренним, надо быть тем, кто ты есть И вот здесь у многих возникнет затык Потому что в своей жизни мы играем столько ролей Мы одеваем на себя столько шмоток, потому что их выгодно одеть Сегодня мы там, жена, мать, еще какие-то социальные проявления У нас социальных ролей только тысячи Как шмотки в гардеробе, так мы меняем свои субличности Господа, чем меньше субличностей в вашем гардеробе Чем более вы искренни сами с собой, с людьми Тем больше возможностей у вас есть Чем меньше концепций в вашем сознании Ограничивающих убеждений Каких-то программ Тем больше места на дисковом пространстве Если вам нужна какая-то программа для игры Ее можно взять с облака, попробовать Попользоваться и вернуть обратно Но я уже терминами программистов начинаю говорить Для того, чтобы привести какую-то аналогию, как это есть Потому что до сих пор как-то лексики вот в этом диапазоне не придуманы Так вот, для того, чтобы почистить свое дисковое пространство Так или иначе, нужна какая-то психотерапия Какие-то техники по удалению, по завершению программ По отключению каких-то программ По удалению откликов из тела на эмоциональном уровне На чувственном уровне То есть на самом деле техническая база у человека Для того, чтобы проработать просто себя Должна быть И эта база, господа, психотерапевтическая В этом хороша психотерапия для экстрасенсорики И в то же самое время экстрасенсорика Она великолепно дополняет психотерапию Потому что сегодня самые эффективные приемы Самые эффективные наработки в области психотерапии Все-таки, как ни крути Лежат в области экстрасенсорики Поэтому вот этот симбиоз на сегодняшний день Он неразделим И на сегодняшний день, я думаю, сенсейт-психолог Это самый, или сенсейт-психотерапевт Самый востребованный вид практиков К которому имеет смысл обращаться Потому что иначе вы потратили деньги зря Если вы психотерапией занимаетесь Годами в вашей жизни ничего не поменялось То это плохая психотерапия Если вы сходили к психотерапевту И в течение, после сеанса Часового, полуторачасового В течение буквально суток Вы заметили изменения в своей жизни Все, значит туда надо ходить И вот этот блок надо довести до конца Ну и в любом случае Любой профессиональный сенсейт-психотерапевт Сенсейт-психолог вам очертит круг Где вы сами будете видеть Поможет вам очертить круг Где вы сами будете видеть, что имеет смысл проработать Чтобы вернуться к себе Это вы прорабатываете Не для кого-то Если у вас в жизни что-то цепляет Если что-то болит Ведь это болит у вас Это цепляет вас Если вас что-то раздражает Это же раздражает вас Это не внешняя причина Это внутренняя причина Вот ее надо убрать И убрать не где-то там А убрать внутри себя Убрать свое реагирование И когда вы возвращаетесь к себе настоящему К себе спокойному, равновесному И следующий шаг Начинаете играть со своими состояниями Это целая шкала состояний От чакры к чакре Да, там куча разных состояний Задействованы разные зоны включения мозга И вот когда начинается вот этот вот типозон игры Это уже начинается интересная вещь Да, и первые шаги вот на этом пути Следующие шаги, которые имеет смысл сделать человеку Это изучить гипноз Почему изучить гипноз? Потому что без знания Хотя бы классификации по каткову Без знаний первичных трансовых состояний И без первичной трансовой раскачки Вообще в магии, господа, делать нечего А вот, потому что игра с измененными состояниями Только в активном диапазоне включения в игру Это, господа, не магия Поэтому, когда мне присылают вопросы Типа, напишите, как вы это делаете И я это повторю Не повторите Даже под моё видео не повторите Никогда в жизни Потому что это надо на себе пробовать Экспериментировать Личные контакты И просто посвятить этому кусок жизни Для того, чтобы, во-первых, стать самим собой Во-вторых, научиться играть В разных вариантах изменённых состояний сознания Подбирать, какие способности там и там открывают наш мозг Если возникает тема у многих людей Возникает тема Хочу видеть ясновидение Для чего? Для того, чтобы лезть в какие-то тонкие миры Тонкие миры, это, конечно, очень здорово И лезть туда очень прекрасно Вы ещё не всех жучков-паучков В нашем материальном мире В той же самой Амазонии не изучили А уже лезете там в огромный мир Со своими представлениями и так далее Я считаю, любая попытка влезть вот в этот мир Она может иметь место только тогда Когда вы к этому готовы Иначе риск потерять физическое тело Или попасть в дурку здесь Он велик Каким образом сохраняется адекватность В изучении тонкоматериальных тел Через привязку к данному материальному миру Ключевой вопрос Зачем я это делаю? Что мне это даёт здесь? И когда вы на него отвечаете Вы таким образом вот это тонкое, непроявленное Как бы привязываете и как бы проявляете в этом мире И это помогает сохранять адекватность Это помогает проверять всё на объективность Таким образом вы не отрываетесь от реальности И вероятность потерять своё здоровье, тело, вообще жизнь Она уже минимальна Поэтому В принципе запретных тем у нас здесь нет Бог нас ни в чём не ограничивал Он дал нам выбор Он дал нам возможности учиться Он дал нам возможности исследовать Само себя, самих себя Заниматься самоисследованием И исследовать всё то, что он создал Другой момент Что вы же когда лезете в горы Вы берёте с собой как минимум Альпинистское снаряжение Так вот Для того, чтобы лезть в те вещи Которые человек не знает Имеет смысл взять с собой Какие-то хотя бы знания на вооружение И все знания Они на самом деле находятся не где-то Все знания находятся внутри человека И по мере изучения и исследования себя Человек открывает эти ресурсы И эти знания Они всегда приходят в тот момент Когда они нужны Всё существует через союз Или Через союз и Или не существует То есть С одной стороны Нам нужны гуру Которые помогают нам Работать с изменёнными состояниями Заниматься самоисследованием Изучать Нам нужны психотерапевты Которые помогают нам Очистить себя И так далее Познать себя А с другой стороны Всё равно Всё находится внутри нас И Вот эту вот тонкую грань Каждый выстроит через союз И для себя сам Я надеюсь Я ответила на основную массу вопросов Которые ко мне приходят по магии Если у вас остались вопросы Пишите С вами была я Наталья Зайцева Благодарю за внимание